Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования, инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования больше одного года. Сегодня понедельник, 27 июня. И по традиции пополняю свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Как мы видим в моем инвестиционном портфеле без изменений, также 10 компаний Аэрофлот, Газпром, Магнит, Московская биржа, МТС, Роснефть, Сбербанк, Северсталь, Сегежа и компания ФСК ЕС. Также в моем инвестиционном портфеле была 11-я компания, это компания Яндекс, но, к сожалению, она перенесена в Россельхозбанк. Ну давайте смотреть, что на этой неделе будем покупать. На брокерском счету 2000 рублей. И начнем с компании Аэрофлот. Аэрофлот у меня по портфелю снижается на 52,5%. Аэрофлот, конечно, нужно усреднять, но я думаю, что цены по Аэрофлоту еще будут гораздо ниже. Может, увидим отметку 20 рублей за одну акцию. Газпром пока что в плюсе, плюс 23,5% по портфелю. Газпром докупать не буду. Магнит дороговат, хотя мы видим по портфелю всего снижение минус 2,5%. На магнит, конечно, надо подкапливать. Московская биржа зафиксировалась в районе минус 30% по портфелю. МТС чуть-чуть отыгрывает позиции, но всем прекрасно понимаем, с чем это связано. У МТС планируются дивиденды, поэтому такой резкий отскок почти на 300 рублей. У компании МТС произошел, поэтому небольшой минус, как мы видим, минус 5,5%. Роснефть. Роснефть у меня по портфелю летит минус 20%. Роснефть, конечно, тоже привлекательно выглядит. Также планируются дивиденды по Роснефти. Дивиденды, можно сказать, тоже жирные, вкусные. Давайте посмотрим, сколько у нас компания Роснефть выплатит. Выплатит 23 рубля 63 копейки. Но очень и очень приятно. Сбер по-прежнему в... Ну, хотя на этой неделе потихонечку он начинает уже отыгрывать. Там по 136 торгуется уже рублей за одну акцию, минус 30% по портфелю. Сбер, конечно, охота докупать. Ну, а, уже по 140 рублей за одну акцию. Ну, в принципе, какая-то положительная тенденция уже пошла. Северсталь по портфелю минус 35%. Сигежа в плюсе, в небольшом. Тут всего рубль 30 и даже полпроцента нет. Так, и компания ФСКС. ФСКС у меня в минусах. Минус 42%. ФСКС, можно сказать, такой же аутсайдер в моем инвестиционном портфеле, как и компания Аэрофлот. Так, еще у меня на брокерском счету есть фунт ликвидности. Фунт ликвидности от ВТБ для хранения свободного кэша, для хранения свободных денег. Так, ну, давайте посмотрим. Конечно, хотелось бы докупить на этой неделе еще одну акцию компании. Северсталь усреднится. Средняя у меня 1251 рубль. И я думаю, одну акцию компании Северсталь мы еще с вами докупим. Нажимаем купить. Северсталь на долгосрочной перспективе, я уверен, что покажет хороший результат. И мне как инвестору принесет прибыль. Нажимаем по рыночной, покупаем, чтобы заявка оперативно прошла. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить заявку. Все, заявка у нас успешно создана. Заявка исполнена. Компания Северсталь в количестве одной акции добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь у меня в портфель должно быть 13 акций Северсталь. Так, на брокерском счету у нас остается 1184 рубля 24 копейки. Конечно, очень охота докупить компанию Сегежа. Цена, можно сказать, привлекательная. 8 рублей 2 копейки. Сейчас Сегежа торгуется. Но есть вопросы у меня, конечно, о компании ФСКЕС. ФСКЕС средняя очень высокая. По-прежнему почти 16 копеек. Цена вкусная. Есть возможность более-менее по данной компании усредниться. И, я думаю, возьмем с вами еще 10 тысяч акций компании ФСКЕС. Дабы возможность такая есть, пока рынок находится, можно сказать, в глубоком локдауне, нокдауне, и будем усреднять. Нажимаем 1 лот. 1 лот у нас 10 тысяч акций. Нажимаем купить. Покупаем по рыночной. Нажимаем подтвердить заявку. Все, у нас заявка успешно создана. Заявка исполнена. Компания ФСКЕС в количестве 10 тысяч акций добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь в портфеле у меня должно быть 100 тысяч акций компании ФСКЕС. На брокерском счету остается 255 рублей. В фонде ликвидности у нас еще 103 рубля. Давайте фонд ликвидности еще раз потрошим и посмотрим, что удастся купить. Может, Роснефть или компанию Аэрофлот. Сейчас посмотрим. Нажимаем продать. Продадим. Доступно у нас для продажи 89. Нажимаем 88. Нажимаем по рыночной. Готово. Продать. Все денежки должны, конечно, работать. Не просто лежать на брокерском счету. Фонд ликвидности мы с вами распотрошили. И давайте посмотрим, что можно подкупить еще будет. Примерно там 355 рублей будет. 358. Сейчас посмотрим, сколько у нас Роснефть. Поскольку торгуется. Роснефть у нас торгуется по 377. Конечно, к сожалению, Роснефть сегодня мы не докупим. Но купим 10 акций компании Аэрофлот. Сейчас посмотрим, что у нас по Аэрофлоту со средней. Средняя у нас равняется 56 рублей 35 копеек. Ну и 10 акций возьмем Аэрофлота. Надо потихонечку тоже усреднять. Нажимаем купить. По рыночной 270. 270, 40 копеек. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить заявку. И Аэрофлот должно в портфеле стать 230 акций. Все, заявка у нас успешно создана. Заявка исполнена. Аэрофлот добавили в свой инвестиционный портфель. Сейчас данные обновятся. Да, 230 акций компании Аэрофлот. На брокерском счете остается 87 рублей. К сожалению, деньги уже никуда нельзя реализовать. Закинем обратно в фонд ликвидности. Пусть хоть в фонде ликвидности они работают. Нажимаем купить. Сколько у нас доступно для покупки? 75. Нажимаем 75. Готово. 87 рублей. Нажимаем по рыночной. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить. Все просто. Мобильное приложение ВТБ. Мои инвестиции, конечно, просто шикарно. Все интуитивно понятно. Все просто. Ну, конечно, банк ВТБ старается в этом плане. И я считаю, это уровень, ребята. На брокерском счету остается 31 копейка. Но это уже никуда нельзя закинуть. Так что вот такие покупки сделали на этой неделе. Купили одну акцию компании Северсталь. 10 тысяч акций компании ФСКС. И 10 акций компании Аэрофлот. Продолжаем инвестировать. Продолжаем верить в российский фондовый рынок. Будет рост. После падения всегда идет белая полоса. Как говорится, фаза роста. Поэтому продолжаем инвестировать. Продолжаем усредняться. Не переживаем. Да пребудет с нами сила, как говорится. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуете мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии. Отвечаю на все комментарии. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией. Выпускать новые видео. Показывать, как я инвестирую. Как я покупаю российские акции. Российские компании. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо. Всем пока.